Когда мы высаживаем на своем участке много-много плодовых растений, так что буквально ступить ноги некуда, казалось бы это плохо, а нет, Валерий Константинович Железов говорит наоборот, садите люди больше саженцев, садите больше плодовых, потому что будет лес из плодовых растений. И для вас сюжет. Валерий Константинович, очень большая плотность посадок, я смотрю у вас в саду, просто дерево к дереву, вот замечательная слива, ну шикарная, просто, ну посмотрите, похоже на грушу. Я изобрел по неволе, от того, что было мало земли, по неволе, так называемый, кочущий питомник. В чем его смысл? Здесь были ряд за рядом, причем подряд, вишня, абрикос, сливы, яблони, да? Все это через один, два, три минуты. Почему так? Ряд за рядом, допустим, три ряда яблони, два ряда слив, пять рядов абрикос, вишня и так далее. Все это прививалось и продавалось, среди них попадались уникальные экземпляры. Я смотрю, продал один саженец, второй, он может такой, 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 и вдруг двухметровый, со скелетом, все точно почками. Зачем его продавать? Я оставляю. Через метр второй, через три метра третий, через полтора метра четвертый, причем неважно, это абрикос, слива или персик, или игрушка, остается навсегда. И, конечно, я ждал этого момента, когда они начнут превратиться. Попробуй тут пройти. Лес, лес. Вот, но до этого момента лес был, сдерживался рост. Почему? Наступает момент, когда попробуйте черенок. Вон они, по седок метровый, да? Ну, не достанешь. А, уже все. А если достанешь, то не замажешь, значит, уже все. Получился, с какого-то момента свободный рост, я схватился за голову, еще год-два, и деревья, еще души друг друга. Но, пять-шесть лет я имел возможность работать с молодыми. Это, еще раз говорю, это антимичуринство. Там категорически нельзя с молодыми работать, а у меня, наоборот, только с молодыми. Неустойчивая психика или, там, неустойчивая генетика. Они друг друга совершенно не угнетают и нормально развиваются? Нет, пока не угнетают. Пока не угнетают. Получается, да, густо, но на какой-то момент густота не мешала. Я получил возможность испытать. Ну, не как, вот, как, садите через 6-8 метров, пишут одни источники. Представляете, 8 метров друг от друга. А здесь же Сибирь, возможно, сибирякам такой совет давать. Я говорю, садите через метр. Садите через 50 сантиметров. Природа расчистит, и вы потом лишнее. Природа расчистит, это правильно. То есть, простой садовод может также создать такой лес. Да, лучше и лучше. Просто-напросто садить разного вида растения. А потом все само сладится. Садите побольше, да природить-то всегда успеете. Во-первых, вас обманут, у вас будут невкусные. Вы их или переведете, или вырубите. Вот. Это все потом. Надо испытывать все. Да, конечно. А вы, знаете, с первой попытки удается вырастить чудеса.